Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете про взрослого сына 24 лет, который постоянно пытается причинить боль, обнимает, может до боли, если в голове руку начинает ее мять, так что выдернуть не могу, якобы делает массаж плеч и шеи, сжимает так, что у меня слезы, он вот увидит и стоит смеется. Я думаю может отклонение. В общем, вопрос ваш заключается для начала. Во-вторых, даже если отклонение, то вряд ли мы можем поставить диагноз, потому что так вот дистанционно никто диагноз вашему сыну не поставит, если есть подозрение, если он считает, это проблема, вы можете обратиться к врачу и соответственно как-то этот момент поисследовать, как этот момент посмотреть, как этот момент проработать. вот и соответственно это будет самый лучший способ, мой взгляд, решить эту проблему, эту сложность. честно говоря, лично я думаю больше. Я больше думаю о том, что у вашего сына есть агрессия к вам. связано это скорее всего с прошлым опытом, который вот как-то вот имел место быть у вас в отношениях и соответственно это то, что он сейчас, судя по по всему, вам как-то выражает, судя по всему, вам это как-то вот транслирует обратно. то есть здесь стоит, стоит, стоит поисследовать вот этот аспект, аспект того, а что у вас, ну как бы, что у вас было в отношениях, да, вот какой опыт у вас в отношениях вообще. и соответственно посмотреть, а если как-то вот, то есть если за что вашему сыну как бы на вас обижаться, да, если за что вашему сыну вот к вам относиться, ну как-то вот так вот негативно. негативно, да, вот может быть у него какие-то обиды остались и так далее. то есть в целом, в целом я бы сказал, что это больше про ваше взаимодействие с ним. вот, и я конечно не знаю, не могу знать всех тонкостей, всех деталей, но мне кажется, что вот на эти вещи в первую очередь вам нужно обратить внимание, да. вот, не пытаться как-то вот повесить на человека какой-то зирвык, да, сказав просто, что ну у тебя отклонение, как бы и всё. а именно вот постараться понять себя, постараться понять его, постараться вот вникнуть в то, что он делает и может быть, может быть, может быть, поговорить с ним в контексте того, что его беспокоит в контексте того, что его волнует и постараться, ну, человека понять, постараться выяснить, что же человеку всё-таки нужно, вот. вот, и это, в принципе, может послужить хорошим началом для перезагрузки ваших, как бы, ваших отношений. это может послужить хорошие, хорошие возможности вот для того, чтобы, вот, как-то перезагрузить ваши отношения и, может быть, именно, именно, может быть, с шестого листа вы их и не начнёте, но, по крайней мере, это будет, это будет куда-то вот шаг, ну, куда-то это будет шагом вперёд, куда-то это будет движением вперёд. вот, как мне, по крайней мере, кажется. И в этом смысле, конечно, вам решать в этом смысле, конечно, вам в этом смысле определять, что, как будут складываться ваши отношения, ну, мне кажется, мне кажется, что, если мы как-то вот говорим, да, о том, что можно сделать в этой ситуации, то вот постараться, ну, как-то отношения больше гармонизировать с, ну, с вашим, с вашим сыном. Вот. Это то, что вы можете сделать, потому что, ну, как бы там ни было, всё равно это ваш сын, и как бы там ни было, всё равно вы, как бы будете, и вы остаётесь его матерью. Вот. И, наверное, не очень приятно ребёнку замечать то, что его мама считает вот его, там, ну, ненормальным, например. Вот. Но это вы, конечно, можете сказать, что, ну, мне же больно, поэтому я, как бы, ну, почему я должна терпеть, да? И в этом смысле вы правы, вы не должны терпеть в этом смысле. А, да, необходимо, корректно, конструктивно, вот, говорить о том, как с вами иногда, вот, учить по большому счёту своего ребёнка тому, как с вами общаться. Вот. Понимаете? И, соответственно, вот, это то, что, на мой взгляд, вам можно здесь сказать. Ага, с точки зрения, вот, психологии. Вот. Вот такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам самого доброго и удачи.